Как увеличивает продажи и выручку целевой маркетинг? Для роста продаж и выручки ретейлеры все чаще используют целевой маркетинг специальные предложения и скидки, ориентированные на конкретного покупателя. Как показывают данные компании и аналитиков рынка, целевой маркетинг способен увеличить товарооборот в разы. Даже если не собираешься ничего покупать, мимо Люси с призывным взглядом пройти невозможно. Фото Сергей Михеев, РГ Как отмечает директор по внешним связям Ассоциации Компаний Розничной Торговли, Аккорд, Илья Власенко, целевой маркетинг пока новое направление, большинство ретейлеров все еще делают ставку на промо-акции. Они, с одной стороны, повышают лояльность покупателей, но с другой пагубно влияют и на ретейлера, и на поставщика, так как товар может продаваться по цене ниже себестоимости. Поэтому ряд крупных сетей сознательно замораживают долю продаваемых по промо-акциям товаров на уровне 30-35% и стремятся стимулировать покупателя другими способами, отмечает Власенко. По его словам, целевой маркетинг более эффективный инструмент, хотя более сложный и затратный. Он требует от торговых сетей разработки и внедрения IT, CRM, Custom Relationship Management, управления взаимоотношениями с клиентом, и маркетинговых систем, позволяющих работать с большими данными и гибко управлять торговыми предложениями с учетом предпочтений и потребительского спроса каждого конкретного покупателя, добавляет он. Минус. Зачем для стрит-ретейла нужны широкие улицы? Индивидуальные предложения могут быть разные. Например, супермаркеты Перекресток изучают спрос своих покупателей и на основе этого подготавливают индивидуальные промо-предложения. Ориентация на конкретные вкусы покупателя позволяет грамотно выстраивать ассортимент, стимулировать рост числа покупок, увеличить сумму среднего чека, а также количество позиций в чеке. Например, по некоторым компаниям, основанным на целевом маркетинге, величина среднего чека выросла в полтора раза, отмечают в X5 Retail Group. Использование персонального маркетинга имеет свои особенности для оффлайн и онлайн-торговли. Если в оффлайне стратегия скидка каждый день неоднократно доказывала свою эффективность, то в онлайне она оказывается несостоятельной. Наоборот, в интернет-магазине наибольшей популярностью у покупателей пользуются краткосрочные персонализированные скидки прямо во время покупки. Это дает прирост продаж в среднем на 250-400%, пояснил РГ-специалист исследовательской компании Нилсон Дмитрий Петин. Технология персонализации цен предлагает покупателю наиболее выгодную стоимость с учетом всех действующих акций, промокодов и персональной скидки клиента по программе лояльности. Покупатели значительно экономят свое время, им не нужно выбирать акции и искать промокоды. Система их применит автоматически, а компания улучшает пользовательский опыт, добавляет и директор компании, Андрей Ревяшко. А как у них? В Испании по-настоящему индивидуальная реклама встречается редко. Минус. Почему пустеют торговые центры в Европе? США один из центров мирового потребления, а потому здесь как нигде все заточено под покупателя, включая всевозможные персональные акции и скидки. Распространенный пример такого подхода предложения владельцам кредитных карт. Банки на основе истории трат клиента регулярно подбрасывают ему через личный кабинет или почтовую рассылку информацию и индивидуальные предложения именно по тем товарам и услугам, на которые он раскошеливается чаще всего. Этой моде последовали сначала крупные торговые сети, а затем и магазины средней руки. Сегодня любой уважающий себя крупный ретейлер предлагает клиентам кредитки под своим брендом. Такие карты, как правило, привязаны к бонусным программам ретейлеров и помогают покупателю получить больше вознаграждений. А заодно помогают торговым сетям анализировать траты покупателей и делать им персональные предложения о скидках. Если вдруг магазин видит, что клиент давно ничего не покупал, то попытается вернуть его на путь потребления. Популярный прием отправит такому клиенту предложение большой скидки от 10 до 30% на одну покупку. Еще одним ценным источником для сбора информации о предпочтениях клиентов стали приложения торговых сетей для смартфонов. Например, сеть товаров для дома. Home Depot разработала внутренний навигатор, который проводит посетителей по магазину и целенаправленно управляет предметами, которые ищет клиент. Идентификация продукта осуществляется с помощью распознавания текста, голоса или изображений. Подготовили Игорь Дунаевский, Юрий Кагалов, Екатерина Забродина экономика товара и цены. А как у них?